В конце марта 2017 года в Астраханской области при невыясненных обстоятельствах пропали трое молодых мужчин. Опытные рыбаки, выросшие на Волге, в этот раз они собирались порыбачить совсем недолго. Все трое женаты, у двоих из них маленькие дети. Вечером 27 марта один из мужчин по телефону сообщил жене, что они уже находятся на воде, другой спустя час отметился в одной из социальных сетей. Родственники забили тревогу на следующий день, когда ни один из рыбаков больше не вышел на связь. Спустя какое-то время была найдена их пустая лодка, привитая к берегу, и сумки с вещами. В течение месяца велись поиски. Водолазы обследовали дно в достаточно большом диаметре вокруг находки, но поиски успехом не увенчались. До сих пор рыбаков нет ни в списках погибших, ни в числе живых. Очень часто люди пропадают по одиночке или сразу несколько человек. Иногда без всякого алкоголя. И все говорят, что эти люди спортсмены, абсолютные трезвенники. Очень люди внимательные и совершенно не могло с ними произойти ничего. Такие вот закадочные исчезновения. Рыбалка. Любимое хобби многих мужчин. В общей статистике несчастных случаев она занимает одно из первых мест. Назвать конкретные цифры сложно, ведь даже МЧС не всегда ведет их учет. Зато хорошо известны самые частые причины гибели рыбаков. На первом месте утопление. На втором удар током. Он случается, если человек удочкой задевает линии высоковольтных передач. На третьем месте, как ни странно, сердечный приступ. Практически каждый раз свою трагическую роль в несчастных случаях на рыбалке играет пресловутый человеческий фактор. Вода все-таки это очень опасная и непредсказуемая стихия. И даже самый закаленный человек, самый опытный, может иногда совершить какую-то ошибку. Бывает так, что просто вот несчастный случай на воде. То есть переворачивается лодка, и пассажиры получают травмы и просто не выплывают. Даже если они отличные пловцы, после черепно-мозговой травмы, естественно, не выплывешь. Такое тоже бывает. Но среди всех неприятностей, которые могут произойти с рыбаками на тихой охоте, особняком стоят случаи, которые очень трудно объяснить, применяя простую логику. Об этом случае писали чуть ли не все газеты Башкирии. Мужчина, заядлый рыбак, пропал при невыясненных обстоятельствах. При этом все вещи и лодка оставались его на месте. Он отсутствовал целых три года. И когда он появился, он совершенно был уверен, что его не было всего лишь два дня. При этом он был заросший в рыбе чешуе и совершенно не мог объяснить, что за это время с ним происходило. Он смог убедиться в этом только лишь тогда, когда ему показали газеты, числа и даты. Где он был все это время и что с ним случилось, до сих пор остается тайной. Тихая охота. Хобби настоящих мужчин. Отдых на природе. Все это называется одним емким словом. Рыбалка. Настоящая страсть, требующая немалых затрат, финансовых и физических. Но чем объяснить пугающе высокую статистику смертей и несчастных случаев на рыбалке? Почему из всех увлечений только она заставляет мужчин напрочь терять голову? Я, Анна Чапман, открою вам все тайны. Сегодня в программе опасная стихия, мистика и тайны водного мира. Вода очень неохотно отпускает своей жертвой. Если кто-то попал в стихию воды, то все. Найти его чрезвычайно трудно. Как посидеть с удочкой и при этом не посидеть от ужаса? Рыбалка – это очень серьезная вещь, очень. И надо относиться к этому серьезно. Почему одни становятся жертвами водной стихии, а другие находят с ней общий язык? Мы ловим рыбы, рыба ловит нас. Вот, водный мир мстит иногда. Рыбацкие приметы. Какие негласные законы надо обязательно соблюдать? Если на рыбалке что-то случается с тобой, это необъяснимо. Никому об этом не рассказывай. Потому что в следующий раз можешь не вернуться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известно, что каждый день в нашей стране по неизвестным причинам исчезает примерно три сотни человек. Только за один год в никуда уходит население целого города. Сколько из них людей, пропавших на воде, неизвестно. Такая статистика не ведется. Однако спасатели и поисковики подтверждают. Именно тех, чье исчезновение связано с водоемами, найти бывает особенно трудно. В моей практике был случай, пропал мальчик лет восьми-девяти. Пропал в Подмосковье. Высказывали совершенно невероятные версии, что его похитили маньяки, что он сам сбежал. И выяснилось, что он утонул в пруду. Пруд был небольшой и очень неглубокий. Мальчик поехал кататься на велосипеде и просто шалил, и поехал на велосипеде в пруд. И там глубина буквально метр, и тем не менее он утонул. В поисках пропавшего ребенка родители были вынуждены обратиться к экстрасенсам. Те и указали на маленький пруд в самом центре поселка. В этом пруду его искали несколько месяцев, хотя водоем был маленький и неглубокий. Через несколько месяцев нашли. Я хочу сказать, что вода очень неохотно отпускает свои жертвы. Если кто-то попал в стихию воды, то все. Найти его чрезвычайно трудно. Этим объясняется то, что многих не находят. И, конечно, возникают всякие мистические предположения. Человека окружают четыре стихии. Вода, воздух, земля и огонь. Все они обладают невероятной энергией. Их проявления тщательно изучаются. Но именно вода до сих пор считается самой загадочной и практически неподвластной изучению силы. Загадки начинаются прямо с ее химической формулы, которая известна всем со школы. H2O. Два атома водорода и один кислорода. Это бинарный код. 1-0-0. 1-0-0. На этом строится программирование. То есть, если мы научимся использовать этот потенциал воды, мы сможем в одной капле воды хранить информацию, которая системно сложена, например, в Ленинской библиотеке, в одной из крупнейших библиотек мира. В одной капле воды. Люди очень любят созерцать водную гладь, слушать журчание ручьев и звонкопель. Мы каждый день используем воду в быту. Принимаем душ, моем посуду, завариваем чай. И каждый раз, делая эти привычные вещи, мы совершенно не задумываемся о другом, сакральном, значении воды. Сакральное значение воды, оно, безусловно, пересекается и с научным. Вода – это нечто, что переносит информацию. Это такая себе кровь мира. Планета питается водой, человек состоит из воды. Вода в воздухе. Вода – это то, что циркулирует, и то, что, например, сохранено во льдах. И это память тысячелетий. Это память о генезе нашей планеты. О физических свойствах воды известно довольно много. Например, то, что она закипает при температуре в 100 градусов по Цельсию, а замерзает при нуле. Но при этом мало кто догадывается, что вода обладает и другими, аномальными свойствами. Горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Этот эффект описал еще в 1963 году танзанийский ученый по фамилии Мпэмба. Ученые до сегодняшнего дня не могут объяснить природу этого явления. Не задумываясь, каждый назовет три главные состояния воды. Твердая – лед, жидкая – сама вода, и газообразная – пар. Однако на самом деле это далеко не так. Ученые сегодня выделяют как минимум пять различных состояний воды в жидком виде и четырнадцать – в замерзшем. И речь идет только о физических свойствах воды как химического вещества. Что тогда говорить о других ее возможностях? Например, о том, почему именно воду всегда используют в различных религиозных культах. Вода, она же содержит в себе такую целительную силу. Недаром все посвященческие ритуалы связаны с водой, например, крещением. Мы же в купель ныряем, мы соприкасаемся, и как бы есть обновление через воду. В Бирме, например, Новый год встречают, поливают друг друга водой, обливаются. А это обливание есть обновление, обнуление информации, информационный сброс. Во всем мире существует относительно немного профессий, связанных с водой. Но любая из них, будь то ныряльщик за раковинами, или водолаз, паромщик или рыбак, моряк или исследователь дна океана – мужские. Вода вообще опасная стихия, и считается, что только мужчины, моряки, рыбаки могут совладать, побороться, как-то взаимодействовать именно с этой водной непредсказуемой абсолютно стихией. Рыбалка – одно из таких исконно мужских занятий, корнями уходящая в седую древность. Как и когда она возникла? Кто из людей первым выудил рыбу? Рыбалка – это одно из древнейших сакральных, то есть духовных занятий человека. Современный мир нередко задается вопросом о сакральном значении рыбака, рыбалки, реки. Вообще написана не одна научная монография по этому поводу. Как бы то ни было, собираясь с друзьями порыбачить, меньше всего мужчина думает о сакральности любимого занятия. Телеведущий Юрий Мельчинский – рыбак со старшим. Свою первую удочку забросил в реку еще в детстве. Дед научил внука рыбацким премудростью. С тех самых пор рыбалка – важная часть жизни Юрия. Как-то вот рядом со мной ловила женщина, она поймала 55 карасей, а я всего 36. Ну как-то мужское самолюбие это, поэтому пусть они сидят дома, дорогие женщины, а мы им будем рыбу приносить. Как и каждый видавший виды рыбак, Юрий знает, что вода не признает фамильярного отношения и шуток не любит. Первое – надо быть всегда трезвым. Второе – с осторожностью относиться. Если вы на лодке, надо пользоваться спасательными жилетами, надо при себе иметь телефон, одному не ходить в те места, которые не знаешь. Потому что рыбалка – это очень серьезная вещь, и надо относиться к этому серьезно. Эти нехитрые правила знакомы каждому рыбаку. Но почему тогда именно на воде происходят столько несчастных случаев? Пожалуйста, не уйди! Только ли в халатности и самоуверенности дело? Ведь среди тех, кто пострадал во время рыбалки или пропал без вести, есть и очень опытные, серьезные рыбаки. В этом кроется одна из главных загадок, связанных с рыбной ловлей. Мы ловим рыбы, рыбы ловят нас. Вот, водный мир мстит иногда, наверное, это такие всполохи, вендеты личной мести. Вот, за то, что мы в чрезмерно своих усилиях их ловить. Вот, такой эквивалентный диалог ловцов и жертв. Кто-то будет выловлен на рыбалке и попадется на крючок сверх рыбы. Пацаны, полокрым! Почему же одни становятся жертвами водной стихии, а другие на протяжении всей своей жизни прекрасно с ней ладят? На кого не распространяется месть водного мира? Есть ли та невидимая черта, переступать за которую нельзя? Смотрите далее. Смертельно опасное увлечение. Как рыбалка портит людям жизнь? Любая зависимость, она опасна, потому что она, во-первых, разрушает личность. Покупая удочку, сам не попадясь на нее. Человек уже не осознает, что его ведут, им управляют хорошо. Почему на рыбалку тянет? Что зашифровано в водных символах? То есть рыба здесь как символ такой любви, обивленности, если хотите, даже в чем-то похотливости. Как ни странно, но рыбалка входит в первую пятерку черного списка занятий, которые могут перерасти в сильную зависимость. Об этом хорошо осведомлены психологи, которым приходится работать с такими пациентами. Болезненное увлечение рыбалкой они ставят в один ряд с алкоголизмом и наркоманией. Любая зависимость, она опасна, потому что она, во-первых, разрушает личность. Это можно сравнить с психическим заболеванием. Смещаются акценты в этой жизни, приоритеты, и вся его жизнь направлена только на удовлетворение своей потребности. Зависимость от тихой охоты возникает по тем же причинам, что и зависимость от любых других экстремальных занятий. Одна из них – любовь к сильным ощущениям. Адреналин, который выделяется в кровь и превращает человека в марионетку. Человек, который впадает в зависимость, он никаких рисков не просчитывает. Ему важен сам процесс. Ему нужно удовлетворить свою потребность. Потому что если эта потребность не удовлетворяется, рыбалка, шапоголизм, он себя реально чувствует плохо. У него снижается эмоциональный фон, и иногда это может переходить в агрессию. Любая зависимость, отмечают психологи, это прежде всего ослабление силы воли. Это случается даже у самых волевых и брутальных мужчин. И, к сожалению, нельзя заранее просчитать, кто из рыболовов-любителей таким вот образом подсядет на крючок собственной уточки. Рыбаки, конечно, любят смотреть на звезды, но среди них мало тех, кто всерьез увлекается астрологией. А зря. Ведь именно звезды предупреждают. Подумай хорошенько, прежде чем взяться за удочку в первый раз. В астрологии водные стихии управляет планета Нептун. Но эта же планета управляет иллюзиями, а также алкоголем, наркотиками, измененными состояниями сознания. И поэтому можно предположить, вот с такой эзотерической точки зрения, что люди на рыбалке иногда теряют бдительность, не обязательно употребляя алкоголь или какие-то вещества, но впадая в определенный такой вот транс. Теряют ориентировку в пространстве и времени. И поэтому совершают вот такие вот фатальные ошибки, которые приводят их к гибели. Нептун. Самая дальняя от Солнца, восьмая по счету планета нашей Солнечной системы. Ее экватор почти в пять раз больше земного. Планету назвали в честь римского бога Марии. И присвоили ей астрономический знак трезубец. Как оказалось впоследствии, имя хитрого и коварного бога очень подошло для этой огромной планеты. Нептун символизирует удовольствие любого рода. Поэтому вот моряки и рыбаки, они совершенно не могут жить без своих занятий. Рыбаков можно сравнить с игроками. Базартные игры. Они начинают что-то делать и совершенно не могут остановиться. Они приобретают определенную зависимость. Многие рыбаки признаются, порой достаточно один раз посидеть с удочкой на рассвете, чтобы влюбиться в это дело на всю жизнь. Как это случилось, например, с певцом и композитором Александром Балыковым. Первый раз побывал на рыбалке, когда после удачного концерта в Красноярске организаторы нас пригласили на рыбалку. И мы остались еще на три дня. А вот после этого, наверное, и началось такое увлечение. Именно там я понял, что, в принципе, суть рыбалки не только в азарте, не только в том, чтобы добыть рыбу, но и в том, чтобы добиться единения с природой. Александр, как творческий человек, сразу заметил, в рыбалке его привлекает не сама охота или возможная добыча, а именно процесс. Сидя у водоема, наблюдая за неспешным течением волн, невольно становишься философом. О чем думает рыбак, сидя с удочкой? Когда мы находимся в очреве матери, мы тоже почти-почти рыбы в околоплодных водах, а потом мы выходим в перевернутом состоянии, вниз головой, кверху ногами, в мир перевернутых ценностей. Мы должны вернуть, обрести землю и опять обрести небо, понять, где наши ценности, где наше предназначение. Даже у меня вот один раз было так, была такая неразрешенная проблема. Сходил на рыбалочку, посидел, покидал спиннинг, рыбку поймал, ушицы сварил. И как-то пришло решение проблемы. Вот как бывает во сне, то есть, а мне вот так пришло. И как сказал один очень грунтный, очень умный человек о рыбалке, время, проведенное на рыбалке, в зачет жизни не идет. Но не только красоты природы, возможность поймать суперрыбу и тишина утренней реки делают человека зависимым от рыбалки. Алчный материальный мир, где все продается и покупается. Мир, в котором мы живем, использует малейшую мелочь, чтобы поймать душу будущего рыбака в свои финансовые сети. Зайдя в первый раз в рыболовный магазин, новичок тут же попадает в руки опытных маркетологов. Можно создавать самые красивые удочки, можно придумывать крючочки. Это как раз некие выдумки маркетологов для того, чтобы можно было как можно больше заработать. Человек уже не осознает, что его ведут. А его ведут, и он тогда принимает те возможные инструменты, им управляют хорошо. Приобретая какую-либо новую вещь, он получает удовольствие. Маркетологи просчитывают все ваши слабости и привязанности. Мужчинам свойственно подчеркивать свой статус. Этим и пользуются специалисты, играя на чувствах рыбаков, как на скрипке. А поскольку рыболовный туризм или частная рыбалка – удовольствие не из дешевых, то покупатель сам становится ценным уловом для продавца. Я наблюдала за одной очень интересной историей. Когда двое мужчин покупали в магазине именно снаряжение подготовки к отдыху на рыбалку. Каждый из них хотел показать, что он как можно больше и лучше разбирается в том, что приобретает. Нам со стороны было даже смешно смотреть. Когда в итоге мы приехали на эту базу, и мы провели там три дня, они практически где-то процентов 40, то, что они купили в магазине, они даже не доставили. Они просто про это забыли. Вот так будущие рыбаки сами становятся чьим-то уловом. Интересная аллегория, не правда ли? Впрочем, во всем, что связано с рыбалкой, таких вот перекличек и мистических совпадений предостаточно. Река Стикс – священная водная граница, отделяющая мир мертвых от мира живых. Харон – лодочник, который перевозит души умерших только в одном направлении. От него зависит, попадет ли душа после смерти в царство мертвых, или навсегда зависнет между двумя мирами, страдая и мучаясь. Именно поэтому умершим клали под язык монетку, которая душа должна была отдать перевозчику. Как продолжение этого ритуала возникла традиция перед началом рыбалки бросать в реку мелочь. Каждый рыбак знает множество примет и суеверий, а также необходимых ритуалов, которые непременно надо соблюсти, чтобы вернуться с хорошим уловом. Ритуалы опытного рыбака – это как устав вооруженных сил Российской Федерации. Ну вот устав есть, а книги ритуалов нету. Ну у каждого свой ритуал. Я же говорю, от плевка на червяка, да, от своего места, от своего удилища, с какой ноги ты встаешь утром на рыбалку, по какой тропинке ты идешь, какая погода. У каждого рыбака свои приметы, свои абсолютно. И если у одного, так сказать, действует, у другого не действует. Или наоборот, я о своих приметах говорить не буду. Это тайна. Потому что это мои приметы, пусть каждый вырабатывает свои приметы. Обзавестись своими собственными премудростями рыбаку просто необходимо. Ведь вступая в отношения с обитателями водной стихии, он принимает определенные правила игры. И тут важно знать особенности тех, на кого ты будешь охотиться. Простой пример. Карп. Лобная кость у него имеет форму креста. И вот те же самые племена славян, они когда съедали карпа, вот эту лобную кость они пришивали к одежде детишек. Как бы крест он хранил от сглаза и лечил всевозможные. Вот отвар от щуки, например, от челюсти щуки, если его отварить, то перестанут болеть кости. Практически у каждой рыбы есть свои уникальные свойства. Но для начала ее надо поймать. А это гораздо сложнее, чем кажется. То есть рыба, уважение к ней, даже вот у рыбаков, всегда присутствует. Потому что ты ее должен обхитрить, рыбак должен ее вычислить и все. Ну, а некоторые говорят, вот мистика, да, вот погода, вот мистика. Вот ты смотри, какая она умная. Ну, вот почему-то так происходит. Вот интересно это объяснить, да? Интересно и то, что ни один рыбак не может внятно ответить на вопрос, для чего он ловит рыбу. Обычно отвечают, это хобби, это удовольствие. Кто-то вспоминает о том, что рыбу можно пожарить и съесть, или скормить кошке. Но все это пустые слова. На самом деле мужчины стремятся на рыбалку вовсе не за этим. Подсознательно в нас живет, где-то, может быть, безотчетно и нелогично, вне всякой интерпретации и понимания, желание выловить злату рыбу. Мы приходим с этой надеждой, что все-таки царица, вот морских, вот эта властительница, явится нам и исполнит наше желание. Но это уже такой эзотерический мотив, может быть, для избранных, но в латентной форме я убежден, что он присутствует у каждого. На протяжении столетий поэты и художники посвящали свои сочинения именно водной стихии. Вода завораживает, пробуждая в человеке дремлющие эмоции, словно снимая пелену с его подсознания, тайных желаний и чувств. И в этом смысле рыбалка, пожалуй, единственное мужское занятие, которое совмещает в себе высокие философские материи с вполне земными вещами, азартом и адреналином охотника, которые обожает любой мужчина. Вода вообще инспирирует, она открывает врата фантазии. Поэтому рыбалка есть определенный ритуал облегчения и очищения души через соприкосновение с водной стихией. Это первый этап. Второй этап уже сам охота, это азарт. То есть человек, который пришел ловить рыбу, это уже такой, можно сказать, отпетый, азартный рыбак, игрок. Он уже высматривает добычу. Почему рыбалку стали называть тихой охотой? По единственной причине. Это занятие не терпит суеты и шума. Рыбалка больше метафизика, чем охота как таковая. Рыбалка – это соединение с потусторонним миром. Вот обратите внимание, рыбак закидывает удочку, и вы видите, как леска уходит в бесконечность. Потому что озеро, зеркало озера отражает небо, кусочек этой лески, и она уходит туда, пока не встречается с тем подводным отражением вас самих. Безусловно, более метафизический процесс. Первые упоминания о рыбалке восходят к древним легендам о святом Граале и Тамплиере. Именно в них описывается довольно странный персонаж, которого называют «король рыбак». Это хромой хранитель святой чаши, которую, по некоторым преданиям, собрали кровь Христа, распятого на Голгофе. Впрочем, есть и другие толкования происхождения Грааля. Грааль – это чаша, из которой на тайный вечер пьет Иисус. Этот хромой рыбак, раненый, защищая это сокровище, пригубляет из святого Грааля, из чаши, из которой пил Иисус, и становится бессмертным. Именно он хранитель донастических христианских тайн. Кто же такой этот хромой король рыбак? Какую роль он сыграл в истории, и почему его так называют? Кстати, этот персонаж также упоминается как в сказаниях Востока, так и в мифологии Запада. Образ рыбака – это архетип. То есть он прослеживается как бродячий сюжет через все цивилизации проходит. И потом он увенчается уже с приходом Христа, потому что у ранних христиан мы знаем, что рыба – это вообще символ христианства. Вот. И там есть эпоха водолея, есть эпоха рыб, там есть космические какие-то паттерны, доминанты. В каких-то источниках короля рыбака даже называют богом любви. Но почему? Мы знаем, что в индуизме различные божества избирают себе в средства передвижения те или иные заморфные образы. Бог любви Камадев собрал себе дельфина. И надо понимать, что в каждом из нас заложена пропамять генетическая. Мы тоже были рыбами. То есть рыба здесь как символ такой любви, обиблиленности, если хотите, даже в чем-то похотливости. В индуизме есть несколько легенд о похоти рыбы, совращающей человека. В результате этого мезальянса на свет появились люди-полурыбы. Были такие божества с рыбьими головами. Были люди-щуки, люди-сомы и так далее. Но из всех версий все-таки подробнее всего образ короля рыбака выписан в валийской мифологии. Его прототипом кельты называют некоего полубога Брана Благословенного, который правил в Британии. Он был знаменит тем, что умел воскрешать мертвых. Бран Благословенный был ранен, отравлен стрелой в ногу. И, конечно же, он мог умереть. Но он успел испить из святого кубка. Благодаря этому остался жив. Но по непонятным для нас причинам он приказал отрубить себе голову. И на месте захоронения головы в дальнейшем был построен Лондонский тауэр. Все эти истории и легенда лишь подтверждают догадки ученых о том, что некогда на планете существовала цивилизация Оаннов. Эти существа-амфибии описаны в шумерских текстах. Считается, что именно они поделились с первыми людьми знаниями. Смотрите далее. Такого нет ни в одной книге по кулинарии. Рассказываю секрет самой лучшей в мире ухи. Запоминайте. Это супер уха. Странные происшествия на рыбалке, которые невозможно объяснить. Лодка исчезла. И вот таких загадочных смертей очень-очень много. Какой договор заключили люди и жители вод? И чем чревато его нарушение? Карой за нарушение договора между рыбаком и водной стихией является не что иное, как умирание. Смерть. Что мы знаем о рыбаках? То, что они лучше всех умеют рассказывать байки и анекдоты. Что всегда меряются уловом и любят при этом приврать. А также, что только истинные рыбаки знают рецепт настоящей ухи, который не сыщешь ни в одном кулинарном справочке. Запоминайте. Это супер уха. Значит, рыба выловленная должна вмещаться целиком в тот сосуд, в котором варить уху. Это очень важно. То есть, если щука вот такая, а кастрюля вот такая, резать ее нельзя. Надо или поменьше щуренка брать, или побольше кастрюлю. Дальше. Картофель. 5-6 картофелин. Даже резать не надо целиком. Луковицу туда. Больше ничего не надо. Соль и перец. Дальше. Полстакана 40-градусного напитка и березовую головешку, которая полежала в костре, по мере готовности тушим там. Ребята, это называется настоящая уха. Говорю, у самого слюнки текут. Кстати, приготовление супер-ухи – это действительно мистическое действие. Пылающий огонь, плеск воды, гаснущие на горизонте солнце шорох ветвей. Но чем не декорации для колдовского обряда? Все это завораживает и делает рыбалку незабываемым приключением. Если бы не таинственные происшествия, которые время от времени случаются даже с самыми опытными рыбаками. Пример из моей практики – четверо друзей поехали на рыбалку, заночевали в таком рыбацком домике на берегу озера. И один из них рано утром, когда все еще спали и еще не расцвело, ушел из домика и больше его никто не видел. Они не ссорились, никакого конфликта не было, чтобы человек захотел вдруг уйти. Лодка исчезла. То есть что побудило трезвого человека? Вдруг встать рано утро и поплыть никуда, в темноту? Этого никто не понимает. И потом этого человека нашли. Лодку отдельно, его, мертвого, нашли водолазы. Никаких повреждений, никаких травм, никакого алкогольного опьянения не было. И вот таких загадочных смертей очень-очень много. То, что в рыбалке есть что-то необъяснимо мистическое, признают и сами рыбаки. Просто у них не принято об этом рассказывать. Я помню такую совершенно живую историю, которую мне поведал мой отец. Саму историю я рассказать не могу. Но итог ее такой, что если на рыбалке что-то случается с тобой, ты один. Что-то очень странное и что-то очень необъяснимое. Никому об этом не рассказывай. Потому что в следующий раз можешь не вернуться. То есть это безусловная встреча с потусторонним миром. И потом я нахожу об этом и в восточно-японской мифологии, и в каких-то эллинских сказках, и в русском мифе. Вот эту традицию. Случилось на рыбалке? Не рассказывай. Если сравнивать рыбалку с колдовским ритуалом, то можно легко заметить сходство. Ведьмы тоже не любят делиться своими заклинаниями. Исключение посвященное. И в этой немногословности содержится особая рыбацкая мудрость, которая тоже описана в древних источниках. Я приведу вам пример из поэмы 13 века знаменитого поэта Бо Пу. Он был очень популярен в период Кокин-Вакасю. И вот он пишет, что всю премудрость ушедших веков ты услышишь в словах рыбаков. Рыбак становится центральным персонажем в различных мистеральных традициях. Образ рыбака и волшебной рыбы присутствует во многих мифах и историях мира. Золотая рыбка, говорящая щука, чудо-юдо рыба-кит. Во всех сказках и легендах рыбалка описывается как некое мистическое действие. И каждый раз пойманная рыба откупается от человека исполнением его желаний. В древних манускриптах есть указания на то, что существа водной стихии способны материализовать человеческие мысли. Правда, какую цену придется заплатить, об этом ни слова. Абсолютно все, без исключения исторические предания, повествуют о некоем великом соглашении, которое было заключено между миром водным и миром человеческим. Якобы в нем был указан порядок взаимодействия этих разных миров. Договор разрешал людям ловить рыбу. Но при этом в соглашении были прописаны и условия, которые непременно надо было соблюдать. Теория договора прослеживается действительно в тех или иных мифах. Вот этот договор, он, наверное, содержал в себе такие соглашения, как ловить рыбу, в каких объемах, чтобы, например, не дать этому хищническому инстинкту человека, алчному погубить все подводное пространство. То есть, окей, давайте мы договоримся, вот у нас есть наши представители такие-таки-то, их вы можете ловить, вот таких-то вы должны отпускать, но вы должны, скажем, ловить не больше трех бочек в день или четырех. Исследователи предполагают, что этот договор как раз и был подписан королем рыбаком, который таким образом становился его гарантом на земле. Зная о природной человеческой жадности, вполне можно допустить, что такая конвенция действительно существовала. Если мы поставим целый мешок с семечками, то птичка Божья подлетит и поклюет то ровно столько, сколько ей нужно, и улетит. Вот. И со всем остальным так же. И человек только, если ему дать еду, да еще и бесплатно, он начнет складывать себе эти мешки в подвал, так сказать, и хранилище, и запасы будет возводить до такой степени, что он за всю жизнь только не съест. Уже давно никто не листал страниц этого договора. Со времени его подписания, как говорится, утекло немало воды. Современные рыбаки очень часто перед отъездом вываливают выловленную рыбу прямо на берегу. Она им не нужна. Удовлетворяя свою потребность в охоте, они даже не задумываются, что этим нарушают какой-то договор. Проходя по легендам различных народов, по мифам, мы находим очень строгие предупреждения, где карой за нарушение договора между рыбаком и водной стихией является не что иное, как умирание. Смерть, прекращение жизни – это не лишение каких-то там благ, а просто самое, что ни на есть, страшное наказание. Но истинный рыбак обычно знает правила, которые содержались в соглашении, и всегда им следует. Отпускать надо рыбу, которая тебе не нужна. Вот ты поймал рыбу, и ты понимаешь, что она будет у тебя три месяца морозиться в морозилке, и так далее. Или там кот уехал к бабушке. И зачем она тебе нужна? Отпусти его, поймал, да и отпусти. Мужчина, он должен ходить на рыбалку, и детей своих должен приучать. И бездумное отношение к природе должно быть. А нормальное человеческое – пришел, порыбачил, убрал за собой, выловил рыбку. Хочешь – отпусти. Не хочешь – домой принеси, пожарь, покушай, угости родных и близких. Если предположить, что договор, заключенный между водным миром и миром человеческим, все еще в силе, то, может быть, такой высокий процент трагедий, которые разыгрываются на рыбалке – это плата за нарушение негласного закона. Смотрите далее. Ожившая сказка. Что прячется за хрупким образом русалки? Русалка, которая сидит на ветвях. Но русалка – это же злой демон. Война и мир. Кто объявил негласную охоту на рыбаков? В общем, утром, когда они проснулись, костерок догорел, одного человека не хватало. Дух озера. Как определить его недовольство? Тут же начинается портиться погода, например, когда рыбаки выходят в море, в воду. Какой рыбак не знает про русалок, водяных и прочих обитателей водных просторов? Эти существа присутствуют в фольклоре практически всех народов мира. Нингё – человек-рыба. Так японцы называли странных существ, которые встречались им в море. Мумия одного из них до сих пор хранится в храме Тинсё Киоса. По преданию, этот нингё явился японскому принцу и поведал о том, что сам был когда-то рыбаком. Он попросил властителя построить храм, в котором каждый человек, бездумно убивающий морских обитателей, мог бы подумать о спасении собственной души. Русалки – любимые героини русского народного фольклора. По преданиям, это духи, живущие в водоёмах. Молва гласит, что встреча с русалкой не сулит ничего хорошего. Русалка, которая сидит на ветвях, но русалка – это же злой демон. Она заманивает мужчину, а потом сжирает его и тащит на дно. И он умирает, потому что он нарушает некий закон. Нельзя приближаться к русалке. Чаще всего русалками становятся умершие некрещённые дети, утонувшие девицы, девушки, погибшие до замужества, а также те, кто родился или умер на Троицкой неделе. Недаром до сих пор в некоторых российских местностях празднуют так называемую Русальную неделю как раз перед Троицей, на 50-й день после Пасхи. И хотя суть праздника уже никто толком не помнит, однако название осталось, как остались и особенные русальные заклички, нехитрые песенки с простым мотивом, которые принято распевать на берегу рек и озёр на этой праздничной неделе. Девушки с хвостом рыбы, они такие поющие создания. Это как антитеза молчания рыбы. То есть они должны не просто говорить, они должны петь. Удивительно, возможно, за этим стоит не только мифология, это просто антропология, антропоаквология, можно так назвать. Я уверен, что такие люди существуют, так же, как существуют их теандры и какие-то там вот человекоподобные существа ныряющие. Просто мы ограничиваем себя современной цивилизацией, мы закрыты к этому, если мы захотим узнать об этом больше, нам это будет открыто. Каждой красивой и страшной легенде всегда предшествовал реальный случай. Глупо предполагать, что все существа, которые так подробно выписаны и классифицированы в сказках народов мира, были выдуманы сказителями. Легенды имеют под собой четкое такое обоснование, и они должны были появиться. Представляете, да, там, 500-700 лет назад, тысячу лет назад человек подходит к пруду и видит огромного сома, огромная морда, все, и он думает, что это какое-то чудовище. И, конечно, говорит, вот тут живет монстр страшный, а русалка тоже какая-нибудь огромная рыбина, махнула хвостом. До сих пор вот ходят легенды, говорят о том, что где-то живут такие сомы, которые вообще там страшных размеров, очень большие. Легенды легендами, но опытный рыбак Юрий Мельчинский и сам знает случаи, когда подводные чудовища в реальной жизни разделывались с зазевавшимися людьми. Приехали в такое замечательное место, выпили костерок, там, 10 лет не виделись, друзья, все, забросили снасти, закидушку сделали на сома, серьезная такая снасть была у них. И, в общем, утром, когда они проснулись, костерок догорел, одного человека не хватало. На камнях были следы, автволочения. И есть такое подозрение, что этого человека утащил сон, сонного. Наверное, он от закидушки привязал к ноге, понадеясь того, что он услышит все. И это реальная история, это не шутка. Тело так и не нашли. Народы, живущие на берегах морей, океанов и других водоемов, знают. Каждая речушка, каждое болотце, не говоря уже о больших водных бассейнах, имеет свой дух, свой характер, свой неповторимый норм. Некоторые водоемы имеют очень такой грозный характер. Некоторые реки, некоторые озера. И считается, что их духи сердятся. И их умилостивить очень сложно. И понравиться им очень сложно. И тут же начинается портиться погода, например, когда рыбаки выходят в море, в воду. Иногда шаманы приносят жертву духу этого места, духу этого водоема. Жертвы могут быть даже живые существа. Зная об особенностях водоемов, местные всегда находили свои способы, как договориться с духами. И у каждого народа были люди, которым удавалось безболезненно вступать в такие непростые переговоры. На Байкале перед ловлей омуля обязательно шаман с бубном исполняет ритуальный танец, поет для того, чтобы привлечь омуля. И, как правило, все у них получается. Но это опыт веков, они знают, как это делать. Если я бубен возьму, или ты, наверняка, мы не поймаем. А вот они раз песни споют под бубен и ловят рыбу. Все рыбацкие истории имеют подтекст. Тем, кто хочет приобщиться к этому братству, стоит обратить внимание еще на один важный момент. Мудрость рыбаков нигде не записана. Она передается из уст на от отца к сыну, от деда внуку. И только так. Всегда у любого рыбака есть истории, которые он слышал от дедов, от прадедов, которые передаются из уст в уста, которые наверняка там покрыты мраком, мистикой, тайной. И вот это передается и рождаются новые. Говорят, что любители рыбалки негласно делятся на два типа. На рыбаков и рыболовов. И между ними есть немало отличий. Например, рыбак никогда не ходит по магазинам. Рыболов не пропускает ни одной новинки. Рыбак ездит на рыбалку в одиночку. Рыболов всегда компанией. Рыбак ловит что есть. Рыболов за неделю знает, какую именно рыбу он хочет поймать. Рыбак, который со стажем, он приходит на рыбалку, я думаю, что не ради рыбы. Он приходит на рыбалку пообщаться с прылой. А если ему повезло, а ему, как правило, везет, и он ловит рыбу, у него все в порядке. Все по коробочкам разложено. Он знает, какую снасть, когда взять, куда, в какое время года, какому удилищу, какую катушечку подобрать и так далее. А те, которые только начинают, они набирают сразу всего много, в итоге все это вот так перемотано, крючки вбиваются в пальцы, все это больно, а потом со временем приходит понимание, что не это главное. Но кроме отличий, есть одна важная общая черта. Истинный рыбак, как и рыболов, это всегда настоящий человек и стопроцентный мужчина. Ведь рыбалка, как ни крути, все-таки чисто мужское занятие. Настоящим рыбаком может стать только добрый, искренне хороший человек. Настоящим рыбаком. Рыбу могут ловить все. И сетями могут ловить, и взрывчаткой, и законно, и незаконно, как угодно. И на корабле можно работать моряком, быть злым человеком. Но настоящий рыбак это добрый человек, любящий природу, своих близких и всегда желающий всем добра. Вот настоящим рыбаком становятся только такие люди. Плохих людей не встречал среди рыбаков. Никогда в жизни. Собираясь на рыбалку первый раз в своей жизни, стоит отнестись к этому событию серьезно. Выбирайте для компании только проверенных друзей. Ведь рыбак рыбака видит издалека. Древнейшее мужское занятие рыбалка. Не только способ добыть еду для себя и своей семьи, но прежде всего особая почетная роль, которую мужчине уготовила само мироздание. Быть повелителем водной стихии тяжелая ноша, которая под силу не каждому. Если вы не чувствуете в себе присутствие воли и духа, выберите лучше другое увлечение. Я, Анна Чапман, открыла вам все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова